Стали известны сроки проведения в Тверской области международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт». Крупнейшая вахта памяти пройдет в Верхней Волжье с 3 по 17 сентября 2020 года, сообщает Российское военно-историческое общество. Экспедиция должна была состояться весной текущего года, но сроки перенесли из-за пандемии коронавируса. В настоящее время, согласно распоряжению губернатора Игоря Рудени, с 15 июля допускается организация и проведение полевых поисковых работ. В сезоне 2020 полевой лагерь сможет принять 500 представителей поисковых отрядов из субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. О том, как работали поисковики во время ограничительных мер, узнала наш корреспондент Наталья Чекет. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, многие поисковые отряды все-таки начали работать в мае, но при соблюдении определенных необходимых мер. Состав групп был небольшой, до пяти человек работали в медицинских масках, соблюдая безопасное расстояние в полтора метра. В таком режиме трудились и поисковики из объединения «Память поколений» в Оленинском районе Тверской области, где располагалась часть Ржевского выступа. Выезжали туда, помогли нам, к счастью, рабочие будни. Кто-то уезжал на работу, его заменяли, другие люди приезжали. В общем, постоянно меняющим составом мы работали. Очень плодотворный сезон был, на самом деле. Отдельной удачей, я считаю, было найдено за этот сезон уже пять медальонов. Четыре из них было прочитано. Практически у всех погибших солдат были обнаружены родственники. Сейчас объединение ведет поиски близких еще одного бойца, медальон которого обнаружили буквально недавно, в июле. Как рассказывает Ярослав, работа малыми группами показала свою эффективность за счет того, что отряд занимался непосредственно поисковыми работами и эксгумацией останков погибших бойцов. Впрочем, от экспедиции Ржев-Калининский фронт поисковики ждут больших результатов. Например, в 2019 году во время двухнедельной вахты памяти были обнаружены останки 269 воинов и 18 личных медальонов, из которых 13 были прочитаны. Кроме того, нашлись родственники троих красноармейцев. Очень хороший формат, вот этот Калининский фронт, когда объединяются усилия всех поисковых отрядов со всей России. Причем, как показывает практика, получается очень результативная работа. Это стимулирует, подстегивает, потому что каждый фронт очень хороший результат, там по несколько сотен бойцов находят. Очень хороший стимул для поисковых отрядов, чтобы они активнее занимались своей деятельностью. В новом сезоне лагерь поисковиков расположится на территории деревни Толстикова Ржевского района, в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. Это место находится неподалеку от мемориального комплекса. В сезоне 2020 года полевой лагерь сможет принять 500 представителей поисковых отрядов и субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря усилиям научного сообщества, историков, краеведов, археологов, удастся собрать уникальный архивный материал, работа над которым начнется уже зимой.